Здравствуйте! Меня зовут Ваня. Это я вам машу с балкона. В этом сталинском доме я вырос. Вы наверно знаете, это такие дома, у которых высокие потолки и вероятность, что тебя репрессируют. Это моя мама. Она родила меня в 39 лет. И я единственный ребенок в семье. Мне кажется, это очень смелый поступок с ее стороны, не говорить, что случилось с предыдущими детьми. Не-не-не, туда не надо заходить. На эту комнату нет шуток. Все, о чем я говорю, до глубины души не трогает меня. Это просто шутки. Ну что ж, шоу начинается. Многие из нас в детстве играли в машинки, которые нужно вот так вот катать по полу. Да? Я сейчас вырос и часто вижу водителей, которые ездят с открытым окном и вот так вот дерутся за машину. Мы все знаем, что если курице отрубить голову, она еще какое-то время сможет бегать. Но мне кажется, это очень опасно для курицы, потому что она ничего не видит. Так очень легко попасть под машину. Бедный водитель, который собьет такую курицу, Представляете, он выходит из машины такой, о, ничего себе я разогнался. Да и надо снять эти диски со стриями, как в ладиаторе. Честно говоря, эти шутки должны заходить лучше. Я их говорю как обычно, но вы реагируете хуже, чем я их говорю. Вам вообще неудобно сидеть, вы как влезли-то. Вы как в пласткарте вообще сидите. Это первый ряд? Да. Это что такое? То есть на меня четыре камеры, а тут люди сидят впритык. Если что, кладите ноги сюда. Кладите, кладите. Кладите сюда. Вторую ногу. Вам удобно? Можете положить сверху ноги. Так. Нет. Это не прикол. Кладите ноги. Как на рынке. Все ноги сюда. Взвесьте мне две ноги. Отдыхайте. Это первый ряд. Если что, я могу что-то принести вам еще. А? Я сообщу. Как? Я сообщу. Сообщите. Я тут надолго. Вы вчера были вообще. Еще раз пришли это посмотреть? У меня все то же самое. Смотрите, как снимают операторы. Вот это новое. Вчера этого не было. Я люблю слушать музыку в наушниках перед сном. И бывает, что засыпаешь вместе с наушниками. И с утра меня мама за это очень ругает. Она говорит, Вань, ты можешь случайно себя придушить. Я говорю, мам, мне не настолько нравятся эти песни. У меня в детстве был попугай, который блевал на зеркало. Он думал, что он кормит своего детеныша. Но со стороны это выглядело, как будто у него очень плохая самооценка. Как-то раз мама решила почистить клетку попугая. Она достала попугая и дала мне его в руки. И пока клетка чистилась, я придушил попугая. Я подумал, как я своими маленькими ручками мог придушить попугая. И я раздвигаю руки, и у попугая в ушах были наушники. Слышали, недавно умер создатель салфетниц. Он выпал из окна и потащил за собой еще много других людей. Недавно узнал, что есть профессия помощник официанта. Не понимаю, зачем в профессии официанта нужен помощник. Типа гости сделали заказ, официант такой, давайте я повторю ваш заказ. И помощник такой, отдохни. Я все снял на камеры. Потом пересмотрим. Мне кажется, единственное, чем может помочь помощник официанта официанту, это найти ему нормальную работу. Я недавно рассказывал эту шутку в другом заведении, и мне после написал администратор, говорит, вы можете у нас больше не рассказать эту шутку, потому что официанты очень обиделись. И мне интересно, они сами догадались обидеться, или им кто-то помог? Ну, вы все это слышали. Нет, почему же им все нравится? Это удивительно. То есть вы воспринимаете шутки, как песни. Просто... А, ну это... Плохо. В принципе. Я немножко потерялся в женской моде. Это для чего? Чтобы... Чтобы... Ноги длиннее? Ага. Ну мне нечего тогда говорить, шутка моя сказанная. Все, да, одна вы угадали шутку. А мне теперь чем заниматься? Но у меня есть еще. Сюда. У тебя есть? У меня еще две на это. Так что ты проиграл пока. Для чего? Говорят, красиво. Что красиво, что вы не умеете заправляться? Это вторая. Я третью поставил самую сильную, смотри. Еще говорят, это типа заманушка. Типа кофта смогла. Аплодисменты. Сюда. Аплодисменты. Аплодисменты. Интересно, если... Сироты дружат. Можно ли считать, что они дружат семьями? Аплодисменты. Сейчас культовая шутка, я её рассказываю без рук. Наверное, вы её слышали. Я никогда в Макдоналдсе не беру двойной чизбургер, потому что тогда кому-то может достаться вообще без котлеты. Я когда взял двойной, там вообще не было котлет, сам попал в свою ловушку, кто-то взял четверной. Ну это вы просто значит не культовый зал, шутка-то культовая. Не переживайте, если вы себя переживаете, не переживайте. Я сейчас читаю две книги параллельно, очень неудобно. Мне 25 лет, я хочу вам признаться, я до сих пор не прочитал «Войну и мир», как и вы. И не чувствую себя из-за этого необразованным человеком, потому что, мне кажется, Толстой тоже не читал. Мне вообще кажется, Толстой понимал, что он обрекает будущее поколения детей на страдания. Я уверен, он сидел в своём кабинете, к нему в комнату забегали внуки такие «Дедушка, можно мы пойдём погуляем?» И он смотрел свои работы и такой «Пока да». Это ваше последнее лето. У вас было такое «Долго что-то одно делаешь, потом заканчиваешь это делать и очень хочется отдохнуть?» Просто Толстой писал «Войну и мир», «Счастье лет». Мне кажется, когда он закончил, он пришёл к своим родным и такой «Так, собираемся, едем на шашлыки на год». Ещё, я думаю, Толстой был очень уверенный в себе человек. Потому что я по поводу минутной шутки сомневаюсь оставлять или… Поняли слово. В общем, я по поводу… Мне кажется, переговорю, наверное, это съёмка, переговорю. Мне кажется, Толстой был очень уверенный в себе человек. Потому что я по поводу минутной шутки сомневаюсь оставлять её или нет. Как будто на ямку наехал, оп, её или нет. Ну, это российские дороги. Так, вообще, надо её рассказать сейчас вам? Толстой был очень уверенный в себе человек, мне кажется. Мне кажется, сейчас надо естественно забавить, как будто ничего не происходило. Мне кажется, Толстой был очень уверенный в себе человек. Потому что я по поводу минутной шутки сомневаюсь оставлять её или нет. 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 Вот это культовое, я понял. Ну, вы знаете концовку, я понимаю. У меня никогда не было одновременно двух девушек, потому что тогда кто-то может остаться вообще без девушки. Мы все знаем, что влажные салфетки нужно очень плотно закрывать. Я как раз закрыл неплотно и у меня их украли. Я, значит, жил какое-то время в центре Питера, в коммуналке, в очень маленькой комнате, в очень маленькой. Она столько маленькая, что когда я приходил кому-то в гости, мне говорили, это у нас большая комната, это маленькая. Я говорил, это не маленькая. И там всё было очень маленькое, даже маленькая батарея. Из-за этого возникали проблемы с сушкой вещей. Я загружал машинку не по килограммам, а по длине батареи. Моя обычная длина батареи – это две футболки, или четверо трусов, или восемь носков, или один шарф. Желательно это как-то комбинировать, потому что очень глупо ходить в одном шарфе. Ещё я понял в этой комнате, что я никогда никого не прикреплю наручниками к этой батарее, потому что человек будет плакать и вообще ничего не высохнет. Я учу английский. И чтобы проще запомнить слова, у меня по дому развешаны стикеры с английскими словами. «Я как-то раз шёл по улице, ко мне подходит иностранка, говорит, не подскажешь, как пройти Донецкого проспекта?» «Я могу на это ответить только у себя дома». В общем, мы поехали ко мне, «My English is very well». Мне кажется, сутенёрами становится в детстве. «У нас съёмка, представляете, а кто звонил?» «Кто звонил?» «Мужчина». «А я для чего?» «Для чего я?» «А?» «Звоните». «Я должен звонить?» «Я должен звонить?» «Вы же предлагаете?» «Предвонил мне мужчину». «И чего предлагал?» «Приехать». «А?» «Приехать хочу». «Сюда?» «Поздновато». «Я уже выступаю». «Он не сможет выступить». «Так вот, передайте мужчине, что я считаю, что сутенёрами становится в детстве». «Когда мать ушла в магазин, ты надел её шубу и тебе понравилось». «Мать возвращает из магазина и говорит, почему ты в моей шубе?» «И ты такой, мать, твой рот больше не для вопросов». «Я сейчас придумал». «Была другая договорка». «Это всё из-за вас. Вы меня спровоцировали на жёсткость». «У Бонда же одинаковая фамилия и отчество». «Он же Бонд. Джеймс Бонд». «И очень круто звучит». «Бонд. Джеймс Бонд». «Одна пауза делает его очень крутым». «Но что, если бы было две паузы?» «Бонд бы смотрелся просто умственно отсталый». «Я Бонд». «Джеймс». «Бонд» я просто забыл, я отвлёкся на лазер. «И чем ещё крут Бонд?» «Тем, что у него каждый раз была новая девушка». «Я подумал, что если это не за крутости, а просто Бонд был очень плох в постели». «Что, если за ночь он мог только один раз?» «Потом пауза, потом ещё два раза». «Мне кажется, политическая ситуация в нашей стране влияет на все сферы нашей жизни». «Я недавно купил магнитик-переливашку». «И там, если вот так посмотреть, Путин, а если вот так посмотреть, тоже Путин». «Я понял, что это брак». «Я пришёл обратно в магазин, говорю, вы можете что-нибудь с этим сделать?» «Он говорит, страна не может. Куда я один-то?» «Я ему говорю, ты не один». «В общем, мы поехали ко мне». «Моя политическая ситуация тоже очень хорошая». «Да, это английская комедия». «Ты понимаешь?» «Я понимаю». «Я не понимаю, зачем во дворах в России строят эти тренажёры?» «На них же никто не тренируется». «Но во всём есть исключения». «Я когда-то видел женщину, пожилую женщину, которая шла с двумя здоровенными пакетами по попе...» «Сейчас грустная музыка, давайте просто я погрущу пока». «Как жаль, что я не умею говорить». «Как жаль, что я рот не настроил». «Все камеры настроены, рот мне забыли подкрутить». «Так, ещё раз её». «Ну, важная шутка, она долгая». «Итак, я не понимаю, зачем строят эти тренажёры в российских дворах. На них же никто не тренируется. Но во всём есть исключения». «Я когда-то видел пожилую женщину, которая шла с двумя здоровенными пакетами по пакету в каждой руке для равновесия. И она поставила эти пакеты на скамейку, а сама села на велотренажёр. «Ведь мы все знаем, что если хоть раз в жизни научиться кататься на велотренажёре, то это на всю жизнь». «И она поехала». «Я подумал, куда ты поехала? Ты забыла два здоровенных пакета. Крути назад педаль и возвращайся». Но её было не остановить, она мчала вперёд. Это не было похоже на тренировку, это было больше похоже на то, что она хочет уехать от этой жизни, в которой нужно нести домой два здоровенных пакета. Я смотрел в её грустные глаза, и мне казалось, она крутила педали и думала. «Как я устала. Я несу эти пакеты всю свою жизнь. Одна. Мне никто не помогал, но уже ушёл, когда сын исполнился дом. Ещё моя мама в это время стала болеть, а мне не разорваться. Я и в стадик, я из стадика, а потом в школу, из школы. Ещё водила его везде, на музыку, на запахте, на барабан, танцы, чтобы человек там вырос. Потом он закончил школу, вступил в институт. Тоже благодаря мне, потому что я с ним на всех днях открытых дверей была. И в итоге почувствовал себя самостоятельно и вылетел на четвертом курсе за месяц до диплома. Я ему говорю, тогда в следующем году закончишь, а он говорит, нет. Я говорю, так давай в неё делай, он говорит, тоже нет. Я тут не выдержала и говорю, а что будет, что же не шляться в Антонде? Это его, наверное, сильно задело, потому что на следующий день он съехал куда-то. Даже не сказал куда. И всё. Как вы хотите сейчас связать с этого велотренажёра? Брать эти пакеты и нести их домой, где никого нет, кроме меня. Я всё это представил, и я подошёл к этой женщине, взял эти два пакета и говорю, «Мам, прости меня, пойдём домой». И она такая, «Мужчина, а дайте пакеты». Я натренировалась и могу нести их сама. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо.